На неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился набирать политические очки во Францию. В программу его трехдневного визита в Париж были включены встречи с президентом Макроном, новым премьером Мишелем Барнье и участие в очередном саммите Международной организации франкофонии. Президент Франции Эммануэль Макрон был так рад приезду Пашиняна, что встречал своего друга у дверей автомобиля. Мир увидел долгие объятия и уже традиционные похлопывания по спине. На переговорах Макрон и Пашинян вырабатывали новую стратегию урегулирования армян-азербайджанского конфликта. Официальный Баку ранее отклонил предложение Еревана подписать 80% согласованных пунктов документа мирного договора. Мы все стоим рядом с нашими армянскими братьями для уважения их суверенитета и территориальной целостности. Видимо, обвинительная стратегия в адрес Баку сохранится. На саммите франкофонии была принята резолюция, в которой 54 государства-члена выразили поддержку Армении и мирному процессу. В Ереване этот документ считают историческим успехом, в Баку, наоборот, крахом, поскольку организация стран франкофонии создана для обсуждения культурно-гуманитарных вопросов, а не политических. Даже на платформе, членом которой не является Азербайджан, попытки Армении навязать международной общественности свои фальшивые нарративы потерпели крах, несмотря на явную поддержку Франции. То, что произошло в рамках международной организации франкофонии, следует расценивать как проявление незаинтересованности Армении в мирном процессе. Ее стремление при любой возможности посягнуть на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и использование Армении, Франции в своих узких интересах. Кстати сказать, прошлая Одиссея Пашиняна во Францию дала старт милитаризации Армении. Безусловно, на этом саммите Макрон и Пашинян также обсуждали поставки оружия в закрытом режиме. В Баку не раз предупреждали, что фиксируют географию поставок вооружения в Армению. На неделе Хамалиев строго предупредил Ереван и его союзников оставить Южный Кавказ в покое. Я также предупреждаю Армению. Прекратите эти опасные игры. С одной стороны говорят о мире, врут. С другой стороны осуществляют масштабное вооружение. Кто дает им оружие? Франция и другие антиазербайджанские страны. Почему это оружие им дают бесплатно? Как бы они ни старались, ничего не получится. Сегодня им следует оставить Южный Кавказ в покое. Сдаться, пойти и заняться своими делами. Разобраться со своими проблемами. Это мое предупреждение. И я думаю, что тот, кто его услышит и последует ему, не ошибется. Российские эксперты считают, что предупреждение Алиева небеспочвенно. Азербайджан в поставках оружия в Армению видит угрозу безопасности, суверенитету страны. Это реальная и серьезная угроза, которая сегодня материализуется не просто в словах или каких-то там заявлениях, а в практических аспектах. Первое – это переоружение армянской армии на современные виды западного оружия и военной техники с постепенным переходом на стандарты НАТО. Далее – это наличие военных советников западных стран, которые активно участвуют в военном строительстве определения приоритетов этого строительства и задачах, которые сегодня стоят перед силовой машиной Армении. Алиев не просто так предостерег Францию и другие западные страны от вмешательства в дела Южного Кавказа. Их действия напрямую задевают интересы союзников и стратегических партнеров самого Азербайджана. Об этом поговорим в третьей части нашей программы. Субтитры создавал DimaTorzok